Во Владивосток едут иностранные блогеры и сценаристы, а также журналисты крупных телекомпаний. Приморье становится популярным местом съемок различных телепередач. Так, столица Дальнего Востока оказалась в центре внимания телекомпании MBC Pusan. Для начала тревел-блогеры рассказали, как добраться до города на берегу Тихого океана и сделали обзор международного аэропорта Владивосток. Следующей точкой в маршруте стал ДВФУ, где журналисты пообщались со студентами, изучающими корейский язык. Ей пообщался из хлопок кач表. О, Тихомел! Настя на 네가jä terug. Оно jueär! Оно요! Оною! Также гости из страны утренней свежести побывали на русском острове, полюбовались открывающимися на залив живописными видами. Вдоволь нагулявшись, отправились в детскую школу искусств номер три. Здесь гостей, конечно же, ждали. И вот, вкусив русской народной музыкальной культуры, корейские молодцы едут париться в русскую баньку. Обзор Владивостокской кухни начали с модного ресторана. В холле корейцам приглянулся краб, живо бегающий по аквариуму. Через несколько минут он был у гостей на столе. Познакомились корейцы и с исконно русской кухней. А после опять вернулись к изучению города и спортивным развлечениям. Помимо Владивостока съемки также будут проходить в Уссурийске, а еще в Хабарос. Отметим, Приморье становится популярным местом съемок различных телепередач, чему активно способствуют власти региона. Помощь в организации оказывают авиакомпании, гостиничный и ресторанный бизнес. А сами площадки съемок быстро обретают популярность и затем становятся местами настоящего паломничества корейских туристов. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.